Внимание! Могилёвскому хоспису срочно нужна помощь. Организация, которая сама оказывает палеоативную поддержку тяжелобольным детям Могилёва и области, до сих пор не может обзавестись штатным психологом. А всё из-за того, что платить зарплату специалисту попросту не ищего. Хоспис ищет поддержки у могилёвских меценатов и предприятий. Мышень стал немножко другой, не такой, как раньше был, скажем так. И нужно как-то с этим дальше мириться и не стесняться этого. С проблемами мы встречаемся каждый день. Их нужно как-то преодолевать. И вот с помощью психолога, я думаю, чтобы это было очень даже хорошо. Пока для Миши мама Светланы единственная постоянно доступная психологическая помощь. Видеться с психологами Могилёвского хосписа получается нечасто. Работают здесь на добровольной основе. Фонда заработной платы для психолога нет. Пусть это будет обыкновенный клад врача. И нас это уже устроит, я думаю, её тоже. Ну вот мы как-то сами сейчас справляемся, убеждаем его. Даже вот эта трубочка сейчас трахеостомическая у него стоит. Конечно же, нужно с ней как-то мириться. Миша когда засыпает, ночью сам не дышит. Помогает аппарат ИВЛ. Поэтому вот только в ночное время. Днём он сам справляется, а в ночное время только вот с аппаратом ИВЛ. Хоспис, созданный 8 лет назад при поддержке ирландских коллег, помогает двум десяткам детей из Могилёвы и нескольким ребятам из области, для которых именно психолог – синоним надежды. Главное, самое главное – помочь матери понять, почему это произошло именно с ней. С ней, а не с соседкой. В понимании этого может помочь психолог, чтобы справиться с осознанием болезни, и особенно после того, как ребёнок уходит. Так как это всегда ещё сложнее. Даже если это где-то 50 тысяч с пенсии, мы уже благодарны этому, потому что дети сейчас больше половины ребят у нас практически на электроотсосах. Это сразу вытекает, что нужно сразу стерильные салфеточки. Потом детки все на кормлении на зондовом. Это же опять 5-6 раз в день нужно покормить. Это тоже разовое. Поэтому даже если купить упаковочку где-то стерильных салфеточек, для нас уже счастье. В этом году, пожалуй, наибольшую поддержку хоспису оказал благотворительный проект MySense. Создатели проекта адресно поддерживают Ваню Соренкова из Краснополия и помогают в насущных делах всего хосписа. За это время удалось собрать порядка 50 миллионов рублей, каждый из которых пошёл в дело. За счёт их мы смогли купить три аппарата, три электроотсоса. И каждый из них стоит в пределах 700 тысяч рублей. Поэтому мы очень благодарны. Плюс ещё мы летом смогли за счёт их денежек выезжали за город отдыхать, вывозили полностью деток. Им нужна была медсестра. Мы дополнительно смогли взять себе в штат человека, который мог нас круглые сутки курировать за городом. Поддержать Могилёвский хоспис можете и вы. Вся информация с указанием банковских счетов на сайте hospismogilov.org. Помочь хоспису можно и приняв участие в благотворительном аукционе проекта MySense.by. А вот возможность обеспечения хосписа штатным психологом – задача посильная могилёвским меценатам. Без их помощи хоспису не обойтись. К сожалению, беда стучится в каждую дверь, будь ты богатым или бедным. Вот почему так важно всем жителям города Могилёва сплотиться и помогать детям. Потому что это дети их родного города.